Всем привет! С вами снова Виктор Балец. Сегодня хочу вам рассказать про Билибино. Это город, в котором я работал после окончания Томского политехнического института. Был по распределению направлен на Билибинскую АЭС в город Билибино на крайнем севере, чикотском октономном округе. Это было в конце 90-х годов. И вот свои впечатления об этом городе и об этом месте я хотел бы с вами сегодня об этом поделиться. Но Билибино это один из самых крупных населенных пунктов на Чикотке. Там их не так и много, населенных пунктов на Чикотке. Его население примерно около 6000 человек. И по чикотским меркам это очень большая цифра, потому что в основном там всякие маленькие поселочки. Но на фоне остальных поселений Чикотского автономного округа его выделяют две особенности. Первая, он носит статус города. А второй является то, что Билибино находится в глубине материка. То есть к нему только в Билибино можно долететь на самолете. И мы летели на маленьком таком кукурузнике. Наверное это Антонов был. Да, Ан-24, насколько я помню. Ну совсем маленький самолетик. И дороги нет. Дорог нет. Железных дорог тоже нет. И вот так на самолете можно было долетать. Только по морю можно добираться тоже. Люди в основном, конечно, из материка. Мы с Томска летели уже, конечно, через Иркутск на самолетах. Все крупные города и поселки Чикотки расположены на берегах Северного Ледовитого или Тихого океанов. И городов на Чикотке всего три. Как я уже говорил, это Билибино, Певек и Столичный Анадырь. Билибино расположено в глубине материка, но не так-то просто доставить грузы и товары народного потребления к нему. Потому что внутри материка, как я уже сказал, нет ни дорог. Зимой, конечно, можно, когда вот эта вечная мерзлота замерзает, можно, конечно, доставлять грузы. Но летом и осенью, и весной это никоим образом невозможно. Именно удаленность от основных транспортных путей и делает Билибино одним из самых дорогих для проживания городов России. Ну вот в конце 90-х годах, когда в Томске, например, цены на какие-то виды продукции, скажем, картошка, там, овощи, фрукты, а, предположим, было, скажем, стоило, ну, условно, сейчас я точно не знаю, потому что все же таки много лет прошло. В общем, условно, если стоило, например, в советских деньгах, это сейчас так трудно все пересчитывать, потому что, вы знаете, вот эти все, вся эта инфляция, каждый раз сколько менялось уже денег. А я в 93-м году уехал из бывшего союза с Киргизией. Ну, в общем, короче говоря, где-то в 3-5 раз овощи, фрукты были в Билибино дороже. Это нам сразу же бросилось в глаза, когда мы приехали, пошли в магазин. Во-первых, выбор, конечно, был намного меньше, чем в Томске, например, или в других центральных городах России. Я уже не говорю за Москву, Ленинград. Выбор был очень скудный, а цены были в 3-5 раз дороже. И поэтому, естественно, было очень-очень дорого там жить. И вот любой нормальный человек спросит себя, а для чего там эти люди, 5,5 тысячи человек или 6 тысяч поселились в этой глуши и живут там. Ну, вернемся к основанию города. Он был основан в 1955 году, когда в долине реки Король-Вам было обнаружено первое рассыпное золото промышленной концентрации. В общем, короче говоря, там были золотые приски. И чтобы мыть и добывать золото, нужно было очень много электроэнергии. Для этого и построили там атомную станцию. И мы, атомщики, должны были обслуживать эту атомную станцию для вырабатывания электроэнергии. В 1989 году в Билибино уже жило 15 558 человек. Видите, уже в конце 80-х годов там почти 16 тысяч жило. Но потом люди, к сожалению, начали разъезжаться. И в 1989 год стал годом наибольшего расцвета для всей русской Арктики. Тогда, в конце 80-х, там было сосредоточено максимальное количество населения за всю историю освоения Севера. Во время СССР на всей территории крайнего северо-востока нашей страны строились новые поселки, осваивались новые месторождения. Люди переселялись сюда из центральной России жить и работать. Мы приезжали из Томска, студенты, атомщики, а также из бывшего всего Советского Союза, работать на атомной станции. В 1991 году была перестройка, как вы помните, страна развалилась, распался Советский Союз на части. Вот эти условия, которые были на материке, они до Чукотки не сразу дошли. Там люди как бы нормально, еще хорошо жили, у них были хорошие запасы и денежные. Жизнь была там очень довольно-таки на высоком уровне. Люди хорошо жили. И вот потихонечку перестройка, она пришла, конечно, и на север. И вот эта волна общенационального бедствия достигла самой восточной части России, где-то примерно в 1995 году. И всего через 5 лет квартира в Билибино стоила каких-то 5000 рублей. И это при зарплате местных золотодобытчиков в 10-15 тысяч рублей. То есть цены на недвижимость резко упали, потому что люди начали массово уезжать из Билибино. Много квартир стояло или домов пустых. И поэтому, как уже было сказано, зарплата у золотодобытчиков была 10-15 тысяч рублей. И у атомчиков очень хорошая была зарплата. А квартира уже стоила 5000 рублей. То есть в три раза дешевле, чем месячная зарплата. Такой абсурд был. И при этом на самолет Билибино-Москва около 4-6 тысяч тогда стоило рублей. То есть квартира стоила по цене за билет на самолет. И в то странное время население Чукотки из соседней Магаданской области сократилось на 2 трети, примерно на 60%. На Чукотке закрывались целые поселки. Людей переселяли на большую землю, в Воронеж и Белгород. Вот и в Билибино от былых 15 тысяч 600 человек оставалось примерно где-то 5 тысяч с половиной человек. 5 с половиной тысячи человек. Занимаются люди в Билибино. В городе существует три основные касты. Это военные, атомщики и золотодобыча. Несмотря на то, что в 90-х большинство военных частей на Дальнем Востоке были расформированы и сокращены, в Билибино до сих пор расквартированы и военные. То есть присутствуют. Потому что атомные станции и очень такой объект золотые приски. И вдруг какие-то беспорядки или еще где-то что-то как-то военные нужны на таких участках, как правило, всегда. Другим крупным работодателем является Билибинская АЭС. Я на ней тоже работал в 90-е годы. Она является одной из самых северных атомных станций в мире и была построена в 1976 году. Именно тогда запустили последний четвертый энергоблок. Каждый блок на этой станции имеет мощность в 12 мегаватт. Ну это суммарная мощность 48 мегаватт. А столько энергии требовалось для работы горно-обогатительного комбината по добыче золота и других крупных золотодобывающих предприятий в районе. Кроме электричества, станция вырабатывает, конечно, и тепловую энергию для теплоснабжения поселка или города Билибино. Ну таким большим городом его не назовешь, но все равно называется город. Я когда первый раз туда прилетел, совсем такой малюсенький, там можно сказать 1-2 микрорайона только. Высотки стоят, а в основном дома старой постройки, они были невысотные. Дома на сваях стоят, потому что вечная мерзлота. Зимой на улице ничего не сделаешь, температура опускается до минус 50 и ниже. То есть холодина страшная была. После Томска. В Томске у нас было уже холодно, а там было еще холоднее. Ну как уже было сказано, после развала СССР, большого оттока населения и закрытия большинства предприятий, столько электрической энергии уже стало не нужно. И поэтому в 2019 году был выведен эксплуатацией энергоблок-1. И по плану в ближайшие 5-6 лет закроют и остальные. Так планируется. Ну посмотрим, что из этого получится. Это, конечно же, сильно ударит по жизни города. Снова люди будут уезжать с насиженных мест. Ну представляете, столько военных, столько атомщиков, да, и всякое обслужащее. Сервисные службы это все не нужно будет. Тем более сейчас разрабатываются плавающие атомные станции. То есть наверняка в Билибино уже развития такого большого не будет, как раньше. Взамен в Пивеке была установлена вот эта первая в мире плавучая атомная станция академика Ломоносова. Ее ввели эксплуатацию в 2020 году. Ну что касается работы, сегодня золотодобычки. Они работают вахтовым способом. Мало кто живет в Билибино. В 90-х годах невидимая рука рынка решила слишком дорого содержать школы, больницы и прочую инфраструктуру. Но это действительно на севере очень дорого. Проще завозить людей, чтобы они отрабатывали там месяц, два, три. И потом летели к себе домой в различные города уже, где вся инфраструктура, все уже продумано. Поэтому вот эти все маленькие предприятия сервисные, они были закрыты. Теперь золото добывают вахтовики, приезжают сюда на 1-2 месяца и работают потом обратно другие и приезжают. Билибино в наше время потеряло 2 трети населения, 2 трети домов в городе стоят заброшенные. Те, кто решил остаться жить на севере, переселили в несколько пустых домов. И таким образом они сейчас так живут. И те, кто остался или решил жить на севере, переселился в несколько кварталов, в которых поддерживается жизнь. Остальные микрорайоны потихонечку разваливаются, их уже не восстановить. Так как все заброшенные дома стоят отдельно от жилых, то ощущение общей разрухи и безнадежности в Билибино, конечно, отсутствует. Некоторые дома не так давно раскрасили разноцветными красками. И это очень хорошо, когда я там жил и работал, они были все серые такие, полярная ночь, вот эта серость, все. И, конечно, все это было убого так выглядело, а теперь более-менее красиво. И теперь они смотрятся не так уныло, как их серые собратья, до которых и не дошла еще очередь. Ну, как правило, еще не все покрасили. Вот такие вот дела. Так что, то я могу рассказать про свое, свои впечатления. Свои впечатления, что мне понравились или не понравились цены, да, разниц в цене на различные продукты питания. Потому что очень дорогие были цены на товары долгого хранения, типа гречки, картошки. И нужно было закупаться, скидки были, когда, чтобы это дешевле было. А так, или побольше оптом закупаться, иначе было все по килограммам очень дорого. Ну, такие вещи, например, как овощи, фрукты, бананы, там и яблоки. Это было, конечно, очень-очень редко. В основном консерванты, всякие разные консервы и прочие дела. Ну, конечно, можно было, большинство жителей, они занимались рыбалкой, охотой и собирательством ягод и грибов. Если кто знал, где какие грибные там летом места, это все надо было летом, конечно, делать. А лето было очень-очень короткое. То, что зарабатывались огромные деньги, как правило, потом это все проедалось. И люди имели, да, мы, кстати, имели отличные отпуска, работали два года без паузы, а потом брали отпуск за два года на полгода и улетали кто на материк, кто на Черное море, кто куда. Потому что люди, как правило, имели свои квартиры уже там на материке. А так жизнь, конечно, проходила очень, и многие жили всю жизнь там. 1 сентября у нас снег уже шел, холодина была уже и полярная ночь. Ну, очень красиво были, полярное сияние, конечно, вот это тоже очень здорово, мне так нравилось. Ну, я и бегал еще тоже от микрорайона Арктика до атомной станции по дороге где-то примерно 5 километров. Летом ничего, так все нормально, но зимой было невозможно, минус 50, минус 40, да, градусов. Я делал такие маски-шоу, только одни глаза оставлял, но все равно прибегал уже весь в сосульках. И коллеги по работе мне сказали, чтобы я это прекращал, потому что иначе, если бы я где-то подскользнулся бы на дороге, а я, как правило, бежал один на работу и с работы, то я мог бы там моментально через минут 10-15 замерзнуть, да, при такой температуре. Сами представляете, когда бежишь, весь мокрый, потный, я таким образом тоже все это дело прекратил. Вот такие вот дела, так что у нас, конечно, хорошая там была баня, там мы ходили всегда париться, да, помню, при такой морозе, потом баня, клуб был, ресторанчики были, библиотеки. Ну так, я говорю, небольшая инфраструктура была, в принципе, жизнь была очень такая серая. Хорошо, если кто-то имел семью, детей, тогда как-то все это скрашивались будни, а были в общежитии, например, люди, которые жили просто по одному человеку, для них это была тоска, конечно, многие там пили, потом спивались. Ну, можете себе представить, там, если полярная ночь уже начинается где-то, не знаю, когда там у нас было сентябрь-октябрь, и потом полгода, считай, что темнота на улице только днем, немножко там на пару часов где-то, что-то как-то, северное сияние помелькает так, а такого солнца уже не было. Когда я уехал оттуда в Киргизию, я когда прилетел в Киргизию, увидел это солнце такое, то это для меня был как рай, да, а в Киргизии 180 дней – это солнечные дни. Вот можете представить, на одной и той же планете Земля, одни люди жили в таких ужасных условиях, можно сказать, да, ну, только из-за денег, конечно, в основном там жило людей, а другие в Киргизии жили совершенно в таких райских условиях, где солнце светило 180 дней, даже ни одной тучки не было, где тепло было, овощи, фрукты, всё, всё там за даром, всё дешёвое, а на севере всё очень-очень дорогое. Поэтому я никогда не жалел, что я уехал с севера, и потом несколько лет жил в Киргизии, но оттуда уже перебрался в Германию, но у нас здесь тоже хороший климат. У нас вот зимой сейчас, сегодня 13 января, а у нас где-то 15 градусов тепла. У нас в Баденвертенберге на юге Германии, под Штутгартом, очень хороший климат. Так что вот такие вот дела Билибина, очень интересные воспоминания хорошие, спасибо всем людям, кто мне там помогал. Я благодарен управлению станции, также моим друзьям, коллегам по работе. Всем всего самого-самого наилучшего, чтобы не болели, чтобы жизнь ваша и дальше как-то определилась, если будут какие-то перемены. Ну а вам, мои слушатели, я желаю всего хорошего. До следующего ролика, пожалуйста, подпишитесь, и самое главное, не болейте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok